В принципе, смотри, за эти две недели может произойти любое событие. Это же как, опять же, это и человеческий фактор, это и случай, это и точка бифуркации в истории. Например, мы же помним, каким было крушение малазийского Боинга в российско-украинской войне, когда Россия руками сепаратистов, Кремль сбила гражданский европейский борт. И после этого план вторжения России, захвата, половины Украины фактически, потому что мы же эти планы, их потом они публиковали. То есть у них были готовы уже планы вторжения полностью, не просто там на часть Донбасса. Они хотели идти вперёд и забирать всё по Киеву. И в принципе, учитывая то, что тогда украинская армия явно была не готова, да и общественное мнение могло туда-сюда качаться, тогда это была бы катастрофа для Украины. Но вот крушение малазийского Боинга, который сбило, кстати, сам Кремль же и сбил, ну, по ошибке, неважно как, оно стало той точкой бифуркации, которая запустила процесс вот этого просыпания Запада. Потому что санкции-то основные наложили не после аннексии Крыма на Россию, а наложили после крушения их Боинга, когда они поняли, что Россия — это террорист. Когда, что путинская власть — это террористическая власть. И вот тогда, ну, включились публичные дискуссии, пошёл какой-то процесс. Вот, казалось бы, никто не ожидал, а оно случилось. Да, трагедия, но она запустила какие-то процессы. Так вот, здесь то же самое. Мы не знаем, что произойдёт за эти несколько дней. И мы понимаем, что мы ничего не понимаем. Потому что, смотри, с одной стороны, вот Трамп, казалось бы, вот вроде большей определённости с точки зрения того, что он, ну, прям для него он сделал украинский вопрос, войну России против Украины, ну, одним из главных ключевых моментов своей предвыборной кампании. Поэтому мы понимаем, что раз такая история, вот он этим вопросом, точно если он вдруг становится президентом, будет заниматься им мгновенно. Но он столько раз это пообещал, что он за 24 часа закончит. Причём не в январе, когда будет инаугурация, а как только его изберут. То есть, условно говоря, 6 ноября там становится известно, и он начинает этим заниматься. Что он делает? Он звонит Путину, он звонит Зеленскому. Но опять же, то есть вроде определённость, но какая определённость? То есть это как это, ужасный конец или ужас без конца? Что из этого всего получится? С одной стороны, ну, я просто лично этих людей знаю, вот топ-чиновников, топ-политиков США, которые в частных разговорах, и это не… они в команде Трампа, но при этом они рейгановского такого стиля, да, они вот настоящие республиканцы и не мага. Но они продолжают быть всё-таки вот сейчас в республиканском предвыборном штабе, и они искренне поддерживают Украину. Они настроены очень решительно по тому, чтобы Украина победила. И они говорят, что, ну, вот Байден придёт… Видишь, как я всё время… Трамп, если придёт, то он поможет выиграть Украине войну. Ну, я хочу, конечно, им верить, знаешь, но я же вижу, что говорит и что делает, и какие контакты имеют там ключевые люди из штаба Трампа, что говорит тут же Вэнс, да, и как они настроены, и как, что говорит семья Трампа об Украине в том числе, да, и его сын. Ну, это же… мы же никуда это не… Мы понимаем, что это всё накладывает свой отпечаток, и что говорит Трамп постоянно о Путине, как он его хвалит, как он всё время превозносит. И тут большой вопрос, как он захочет закончить эту войну, и насколько это вообще будет в интересах Украины. Понимаешь, плюс, есть ещё один фактор, фактор непредсказуемости самого Трампа, потому что сама даже команда, она говорит, ну, вот, теоретически вот так. Но мы же не знаем, с какой ноги он в какое утро встанет, и с кем он будет чай или кофе до этого пить, и кто его как настроит, и кто его как раздраконит. Не знаем. А он человек импульсивный. По Харрис тоже, ну, неопределённость, потому что о чём идёт речь, вот, если мы говорим о Харрис? Она, для неё тема Украины явно не на первом плане в её политике и в её, в принципе, вот, в её мире, да, политическом и управленческом. Она занимается абсолютно внутренними американскими вопросами. Да, у неё есть в команде люди, и это не может не радовать, которые понимают, что такое Россия, какое это зло, и что Украина должна победить, поддерживают. Но насколько она будет их слушать, насколько их голос будет громким для неё, и не превратится ли это в, вот, действительно, такую жвачку вечную, да, когда мы помогаем, но мы помогаем по чайной ложке, и при этом происходит что? Истощение Украины в первую очередь. Да, истощение России, но Украина меньше, у нас меньше ресурсов, и в конце концов наш главный ресурс — это люди. Это самый бесценный ресурс, который у нас есть. Конечно, я хочу верить, что Харрис, придя к власти, будет более решительно в поддержке Украины, чем Байден, более решительно, потому что, ну, во-первых, у неё там молодая энергия, во-вторых, у неё молодая команда, которая, вот, как я уже сказала, тот же Гордон, её сейчас советник по нацбезопасности, которая может занять место Салливана, который очень хорошо понимает, кто такой Путин, который говорит о том, что Россия должна проиграть. Но мы действительно не знаем, что будет происходить, а на США смотрит весь мир. Дальше мы видим, вот, буквально на днях, вчера, по-моему, было заявление министра иностранных дел Финляндии, которое сказало о том, что, да, вот от войны в мире очень большая усталость, вот реальная усталость, и она нарастает, и вот сейчас все ищут способы, как завершить войну. Ну, такой рецепт известен, как завершить войну. Просто помогите Украине, дайте всё, что необходимо, не растягивая нагоды, не обсуждая, а дайте всё сразу, потому что это война, в войне нужно сразу, чтобы её можно было выиграть. смотри, я очень верю, я очень верю в то, что мы не проиграем, в то, что всё сложится для нас так, как должно быть. Будет ли это в этом году? Я, конечно же, не могу сказать, как не может ни один сказать человек. Я тебе более того скажу, я думаю, что если ты спросишь вообще, ну вот президентов, вот сейчас перед тобой сидят президенты разных стран, Байден, Трамп пусть кандидат, пусть Харрис кандидат, президент Зеленский, Шольц Макрон, да кто угодно, даже военный преступник Путин, вот никто из них, никто из них не знает, когда закончится война и как, потому что вот прямо сейчас на наших глазах каждую секунду происходит сложнейший процесс по поиску различных вариантов. И весь мир, вот в этом правда, в чём усталость проявляется, в том, что весь мир ищет эти варианты, возможности, выходы. И президент Зеленский, кстати, каждый день работает в этом направлении, потому что он постоянно пытается всех убедить, заставить, да, помогать и открыть глаза на то, что это же в ваших интересах нам помогать. Но главное, главное, кто вообще как аргумент выступает, главный аргумент для Запада, конечно же, это наши воины, это то, что происходит на фронте. Потому что вот на фоне их успехов, на фоне их героизма, на фоне их побед политикам намного легче разговаривать. И вот в этом сейчас, так как ситуация сложная, на фронте ситуация сложная, на многих участках она сложная, вот, а ещё же приближается, понятно, зимний период, который всегда сложнее, чем тогда, когда есть тепло. Вот сейчас происходит история. Мы будем это наблюдать, мы будем это видеть. Не могу тебя не спросить. Мы слышали о том, что президент Зеленский постоянно артикулирует второй саммит мира, второй саммит мира к концу этого года, или, может быть, в начале следующего, мы опять же не знаем, но последнее сообщение Зеленского — это было, что второй саммит мира будет в ноябре. Даты пока не озвучены. Как ты считаешь, будет ли там присутствовать Россия, и в каком виде, не Бензия, Лавров, кто вообще сможет прилететь, не знаю, в Саудовскую Аравию, в Стамбул или в Швейцарию, где может проходить второй саммит мира, именно делегация от Российской Федерации? Вот это хороший вопрос, и я его задавала тоже очень многим моим спикерам, в том числе, кстати, представителям из США, в том числе спикеру Госдепа США, когда делала с ним интервью, потому что, ну, во-первых, по поводу того, когда будет саммит мира, в ноябре, в декабре или в следующем году. Мы видим, что озвучиваются разные даты. О чём это говорит? Это говорит о том, что сейчас идёт интенсивнейший процесс договоров, переговоров и поиска того, на чём можно всех склеить, все страны. Теперь по поводу представителей от России. Ну, я себе не могу представить, чтобы Путин, как военный преступник, главный сегодня военный преступник, сел, даже прилетел в страну, на которую не распространяется действие международного права. Он спокойно себе взял, прилетел, понимая, что его не арестуют, ордер МКС не действует. Но я лично, вот я не представляю себе картинку, давай себе там поразмышляем. Когда заходит в зал Путин, а за столом уже сидят, ну, не знаю, кто, если давай там дальше. Ну, ещё Байден, ноябрь, декабрь, всё равно как президент США, даже если будет формально другой президент. Там Байден, и Байден идёт сжать ему руку, Шольц, Макрон. Да, они все сжали его руку, они все сжали его руку, но это было до. Но это было до. Сегодня после всего этого нет. А мы же понимаем, что даже протокол, он же как, предполагает какие-то формальности дипломатические, то есть какие-то фотографирования, какие-то вот рукопожатия, повторяю. Но я это себе не представляю, я не знаю, как это будет. Потому что для Украины, которая садится за стол переговоров через посредников, потому что мы не выходим напрямую на переговоры с Россией, так как мы не доверяем, не верим России, мы понимаем, что нам нужны гарантии Запада, Запада для того, чтобы нападение не повторилось ещё, если о чём-то мы договариваемся. Для Украины это понятная история, потому что мы через щит говорим. Для нас есть гарантии вот этих третьих сторон, но какими они будут? Я вижу эти гарантии единственно теми, которые не будут нарушаться России, только во вступлении в НАТО. И об этом тоже мы же видим, как интенсивно сейчас начали говорить, как интенсивно начали поднимать этот вопрос, причём лидеры некоторых стран. То есть я тебе хочу сказать, что многие страны, члены НАТО дозрели до понимания того, что Украину нужно принимать в НАТО прямо сейчас. Но мы же понимаем, как работает структура НАТО, как работает главный офис. Если один кто-то будет против, то мы не сможем быть в НАТО. То есть очень сложный, очень многогранный процесс. То, что касается, кого бы Путин, если он сам не участвует, кого бы он мог послать для того, чтобы он представлял, как делегат представлял Россию? Кому он доверяет, во-первых. Во-вторых, кого Запад одобрит и сможет принять за этим столом? Ну тут много вопросов, но от статусности этого человека тоже зависит желание и ясность намерений России, насколько этот процесс для неё будет серьёзным. И финализируем. Хотела бы задать тебе последний вопрос. Те материалы, которые сделали Financial Times, потом такой же материал вышел в немецких изданиях, американских, о том, что администрация президента Зеленского вела переговоры с европейскими партнёрами нашими, с партнёрами по НАТО, о том, что Украина быстро вступает в Европейский Союз и в НАТО, но вопрос оккупированных Россией территорий остаётся дипломатическим вопросом, который решается со временем. Как ты относишься к этим медиа, которые выдали этот материал? Администрация Зеленского сказала, что мы не торгуем территориями, но всё равно, как мы понимаем, вот последние несколько недель таких материалов вышло очень много, и они ссылаются на авторитетные источники. Разговоры могут быть всевозможные, разные, потому что разные люди принимают участие в этих разговорах. И те, которые имеют право это делать с точки зрения их подсадовых убовески. И в первую очередь очень много, ты же понимаешь, посланников, челноков, которые только с помощью своей доброй воли, своих связей каких-то, своих знакомств, своего влияния, тоже пытаются поучаствовать в этом процессе. Кто-то делает это бескорыстно, потому что он хочет помочь, кто-то делает, наоборот, с умыслом, потому что хочет поучаствовать в каких-то… То есть хочет там что-то поиметь в будущих каких-то раскладах. Очень разные есть участники и очень разные мотивы у этих участников. И когда СМИ выходят с материалами, конечно же, они ссылаются на каких-то собеседников. Но официальные лица, те, которые уполномочены вести такие переговоры, не было ни одного заявления и не было ни одного комментария официального. То есть это всё анонимные источники. Поэтому что мы понимаем? Мы понимаем, что мучительный поиск каких-то форматов, он, конечно же, продолжается. Более того, я тебе скажу, он не прекращался как таковой. Он всё время идёт, потому что у Америки есть контакты с Россией, у России есть контакты с Америкой, у Америки есть контакты с Китаем, у Китая есть контакты с Европой. И всё это вот так вокруг крутится, крутится. Все говорят с кем-то. Спецслужбы, экономический блок, дипломатический блок. Но мы можем с тобой комментировать и уже оценку давать. Только результаты. Только тогда, когда мы увидим на сегодняшний момент, что вот конструкция. И тогда мы, конечно, если нам её представят, когда это будет, и тогда мы, конечно, должны будем сказать, нам эта конструкция нравится, мы эту конструкцию одобряем, она соответствует национальным интересам Украины, она это лучшее, что можно себе представить в этой ситуации, или может быть что-то не так. Вот тогда это уже, знаешь, это уже предметный разговор по поводу плюсов, минусов, насколько там и народ Украины будет давать им там оценку, народ Украины будет решать. Пока же это всё может быть и правда, а может быть сотрясение воздуха, плюс российские ИПСО, которые они так любят, через, знаешь, там, сколько раз Россия через какие-то источники запускала в западные издания. Причём западные журналисты абсолютно откровенно хотели помочь, работали по журналистским стандартам. Но у России много денег и много ресурсов. И очень часто она через своих каких-то людей она просто сумела вкладывать ту информацию, которая была выгодна ей для того, чтобы отводить внимание на негодный объект, на негодные темы. Да, в любом случае будем ждать специальных заявлений Зеленского, он обратится к украинскому народу, и тогда будет понятен чёткий план победы. Уважаемые аудитории, традиционно мы с Олесей Басман просим вас поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях географию просмотров и несколько тёплых слов в поддержку Украины. Подпишитесь, пожалуйста, на все YouTube-каналы Олеси Басман, Дмитрия Гордона и подпишитесь на мой YouTube-канал «Даш Счастливая». Олеся Басман, one and only, владелица Медиа Империи, известная журналистка. Олеся, благодарю тебя и, надеюсь, до скорой встречи. Даша, спасибо большое. И подтверждаю всё, что ты сказала нашей аудитории. Лучшие YouTube-каналы ты перечислила. На все эти YouTube-каналы нужно обязательно, друзья, подписаться. Медеррица. — Нет. Продолжение следует...